Любителей автодрайва вновь собрало гоночное кольцо Чершкасы. В этом сезоне свои силы в борьбе за кубок главы республики проверили 40 пилотов. Членам Чувашской автомобильной федерации компанию составили их коллеги из Мариэл, Татарстана, Кировской и Нижегородской областей. Вячеслав Ильин о тех, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета. Трассовое кольцо длиною в 1,9 километра включало в себя 4 левых и 3 правых поворота, дополненных двумя скоростными участками в 200 и 150 метров. В общем, трасса за годы проведения соревнований вроде бы как и наезженная, однако добраться до финиша самостоятельно удалось не всем пилотам. А вот старты самых юных участников пилота. Пилоты машин Д3 мини прошли без происшествий. В этом классе пробуют свои силы ребята 6-9 лет. Причем баги, которыми управляют мальчишки, машины довольно серьезные. Машины достаточно интересные вот эти. Значит, стоит двигатель, достаточно простой от газонокосилки. Но тем не менее, мы детей замеряли, они развивают достаточно большую скорость, до 60 километров в час. Но надо учитывать, что автомобиль весит 150 килограмм, управляет им ребенок от 5 до 12 лет. То есть скорость очень приличная. Самым быстрым на трассе оказался чебоксарец Роман Прокопьев. Его машина под номером 77 в своем классе показала и самый быстрый результат круга. А вот самым многочисленным классом стал дивизион переднеприводных каркасных машин. Шесть пилотов боролись за кубок главы Чуваши. Лучшее время на дистанции показал Максим Бердинский из Кирова-Чепецка. Вторым финишировал лишь Каролинский спортсмен Алексей Шин. Замкнул тройку лидеров наш земляк Лев Зуев. Еще один представитель из Кирова-Чепецка Павел Анисимов поднялся на верхнюю ступень пьесарного подсчета в классе Д2-1600. Чебоксарец Лев Зуев и Андрей Васильев заняли второе и третье места соответственно. В автоклассике победу праздновал представитель Арзамаса Павел Галкин. По результатам командного зачета первое место заняла дружина Вятка-Трансавта из Кирова-Чепецка. Вячеслав Лин, Вести Чуваша.